Уважаемые коллеги, здравствуйте! Предлагаю вам познакомиться с работой очень интересного средства, которое можно назвать «Ярмарка букв». Это средство позволяет во время урока организовать игровую деятельность, но нечто похожее на отгадывание кроссворда. То есть дети будут получать вот в этом вот поле различные вопросы или определения каких-то слов. В этой вот табличке будет находиться набор букв. Нужно догадаться, о каком слове идет речь, и выдергивая буквы по одной, переместить их вот на эту вот полосочку, где будет собираться слово. Во время этой деятельности можно включить таймер, то есть пойдет учет времени. За каждый правильный ответ дается бонус определенное количество очков. Ну давайте рассмотрим пример работы этого средства. На примере такого небольшого шуточного своего рода кроссворда, в котором и всего-то будет два слова. Для начала нажмем кнопочку «Старт». Время пошло, читаем первый вопрос. Определение. Зеленый и низко летает. Почему-то мне кажется, что это крокодил. К, Р, О, еще К, О, Д, И, Л. Получили слово «крокодил». Поскольку мы ответили правильно, мы набрали определенное количество очков. 128. Для перехода к следующему средству жмем «Next». Следующий. Второе определение. Сильнее его зверя нет. Сильнее кошки зверя нет. Очевидно, ответом будет кошка. К, О, Ш, еще одна К, еще одна А. Прекрасно. Мы получили еще 115 очков. Следующий. Но следующего вопроса уже не заложено. Поэтому, считая совестью, щелкаем кнопочку «Finish». Конец. И смотрим свой результат. Мы набрали 322 очка из 322 возможных. Вот такое вот средство. Для того, чтобы начать работать с ним сначала, нужно щелкнуть кнопочку «Сброс». Давайте рассмотрим, как приготовить это интерактивное средство к работе. Перейдем на чистую страничку. Откроем коллекцию. И в коллекции LAT2 отыщем наше средство. Вот оно. Вытащим его на чистую страничку. И перейдем к редактированию. Для этого нужно нажать клавишу «Edit» – «Редактирование». Разбираемся. Вот в этом вот окошке мы задаем номер вопроса. В данный момент нам предлагают работать с вопросом номер 1. Окно «Трудность». Здесь можно выбрать уровень трудности «Легкий» или «Трудный». Галочка в окне «Таймер» показывает, будем ли мы учитывать время. «Фонт», «Шрифт», «Выбор невелик», «Шрифт Ариал» либо «Комиксенс». И, наконец, «Скорость». Быстрая, средняя, медленная. Дальше все просто. Вот в этом вот окошке записываем определение слов. Здесь записываем ответ, то есть само слово. Ну, например, вопрос «Зеленый» и «Ниска летает». Мы уже знаем, что ответом на этот вопрос является слово «Крокодил». «Переходим ко второму вопросу». «Два». «Сильнее его?» «Зверя?» «Нет». Ответом на этот вопрос будет являться слово «Кошка». Если нужен третий вопрос, задаем третий и так далее. А теперь самое главное. В окошечке «Символы» нужно задать тот набор символов, из которого будет комплектоваться наборчик в таблице. То есть те буквы, которые мы сможем выдергивать для сборки того или иного слова. Поскольку наш кроссвордик, наши вопросы на русском языке и ответы соответственно на нем же, то, очевидно, нужно просто-напросто ввести алфавит русского языка в полном составе. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Мягкий знак, И, Твёрдый знак, Э, Ю, Я. Вот как помню, оказывается, ещё. Ну вот, всё готово. Осталось вщёлкнуть «Ок». Приступить к началу, вщёлкнув «Старт». Сразу же появилось первое определение. И из нашего алфавита случайным образом собран какой-то набор букв. Во всяком случае, там присутствуют все буквы, которые нужны для набора ответа. Вот и всё. Спасибо.